Сегодня в гостях доктор исторических наук Валентин Шелохаев, главный научный сотрудник Института Российской Истории и руководитель Центра Истории России в XIX-начале XX века. Кстати, лауреат Государственной премии за энциклопедию «Политические партии России». Ничего не соврал, Валентин Валентинович? Немножко, да. А что? Не за политические партии. А за что? За энциклопедию. Проект? Это многотонный проект, который сейчас насчитывает уже 60 томов. Ну вот, мы всем рекомендуем их читать. Валентин Валентинович, ну вот вы занимались либерализмом, историей либерализма, и вот если мы берем начало XX века, кого можно считать либералами, то есть сторонниками, ну скажем так, политической, экономической свободы в России? Вот вы как считаете, это только кадеты или октябристы тоже либералы? Да, я рассматриваю это как более широкий такой диапазон, спектр. Вот, потому что исхожу из широкого понятия, что такое либерализм. Это все же некое общемировоззренческое направление, которое имеет определенные широкие параметры, и которое включает как бы в себя и консерватизм либеральный, и леворадикальный либерализм. Вот в этих параметрах мы здесь находим и справа партию октябристов, союз 17 октября, и слева, допустим, партию кадетов, между ними центристы находятся. Но, в принципе, все вот эти перечисленные направления, они разделяют ценности либерализма. И системообразующим таким элементом этих ценностей является права и свобода личности. А чтобы они реализовались на практике, каждый из этих партий предлагает свое решение. Но оно как бы тоже входит в эту систему ценностей. Это формирование правового государства, это создание институтов государственных, это принятие конституции, закрепляющие права и свободы человека, это социальное обеспечение, это, то есть, все элементы, которые позволяют раскрыть творческий потенциал личности. Вот почему я их объединяю, потому что для всех было характерно это главное раскрытие потенциальных творческих способностей личности и создание для этого соответствующих условий. Ну вот вы перечислили много всего, и правовое государство, и социальность, и прочее. А этого всего в России на рубеже XX века, в общем, и не было. Да, это требовалось достичь еще, достичь. Процесс, он поступательно такой шел, но в различных сферах он в основном не касался политических таких глобальных изменений, от которых практически во всех странах зависят все остальные компоненты. Вот система политическая, она требовала еще существенного рывка, модернизации в сторону этого правового государства. Тенденции мы наблюдаем, но этот процесс был не завершен. И вот либералы хотели такую модель предложить общество, которое бы как бы завершило, они не разрываются с исторической преемственностью, с наработками предшествующего, но вместе с тем, вот на стадии продвижения и завершения предлагают собственную модель. И вот как раз, собственно, эта модель предусматривала возможность создания уже этого государства функционирующего и эффективного, но это только одна часть, да, создания соответствующей правовой системы и прочее, и прочее. Потому что тут непростая такая механика, вот, которой это надо понять. Но для этого требуется длительный процесс, как бы изучения всей совокупности того, что оставили либералы. — А вот смотрите, самодержавие идти по пути политических реформ, в общем, не собиралось, ну, вот помним, что сказал Николай II при вступлении на трон, там отбросить всякие мечтания, да, и для того, чтобы вот эту модель либеральную внедрять, нужен был какой-то механизм. Можно ли сказать, что такой механизм появился в виде вот союза освобождения, в который входили будущие там кадеты, прогрессисты, народные социалисты, и это была в каком-то смысле революционная организация? — Видите, правильно вы сформулировали, речь идет о способах, как достичь. Перечисленные вами организации — это некие инструменты, да, уже. А как достичь, было два способа в либеральной системе представлений. они считали возможным предпочтительный эволюционный путь, но это медленный такой, или не отрицали это, я подчеркиваю, вот, постоянно, что и революционный путь. Не отрицали такой возможности. — То есть либералы могут быть революционерами? — Могут, могут. — А когда они отказались от этой революционности, ну, если мы возьмем вот политические партии, которые появляются? — Видите. — К 906-му году, после манифеста и выборов? — Дело в том, что вот, я говорю, понять эту сложную механику, ведь все политические партии, в том числе и либералы, действуют очень ситуационно. И в зависимости от сложения множества факторов, да, ситуации на передний план выходит или то, или другое. Вот сказать, поставить точку, что они отказались. — Но октябристы отказались, например. — Конечно, октябристы отказались. Но отказавшись от этого, они буквально в значительной мере себя вмонтировали в существующую реформированную политическую систему. В конечном счете и уже к 1917-му году проиграв. То есть они оказались невостребованы. Не потому, что они были там плохие или прочее. — Ну да, или Столыпина поддерживали. — Они монтировавшись, слившись с этой системой, они буквально вместе с ней и рухнули. А вот те, кто занимал более гибкую, эластичную позицию, они выдвигали вторую сторону, не отрицая ее до того такую возможность. И поэтому другие части либералов, в том числе и часть центристов, и не говоря уже о кадетов, они считали февральскую революцию славной революцией, своей революцией, демократической революцией. Поэтому либеральной называли как угодно. Они считали февральскую революцию своим собственным достижением. И здесь вот в таком широком диапазоне мы не видим, что или не можем сказать, что либералы вот что-то предавали, изменяли и так далее. Это широта представлений, которая позволяла вот в ту или иную сторону при изменении ситуации представлять общество. они так и делали. Это любопытные факты. Ну вот это десятилетие условное после манифеста. Почему власть отказалась от сотрудничества с либералами от реформ? Нажим на нее был слишком слаб. Она поверила в то, что уже ей серьезно какие-то революционные силы не угрожают, не нужны союзники вот в этом либеральном лагере. В принципе же эволюционный путь, вы сами говорите, те же кадеты, тем более октябристы, они предлагали и даже переговоры были с властью, а вот ничего не получилось. дело в том, что вот манифест 17 октября это существенно веха вообще в истории России, тут общеизвестный факт. И либералы восприняли, например, октябристы, это как обещание со стороны правительства не просто провогласить, но исполнить пункты этого манифеста, он был весьма прогрессивен. Кадеты тоже соглашались, и вам известно речь Милюкова в Англии тогда, что в России есть конституция, есть парламент, и они считали это конституцией. Но постепенно мы видим процесс некий свертывания провозглашенных принципов, который происходил именно со стороны власти. Вот это их тревожило. То есть провозгласив хорошие вещи, власть понемножку стала сворачивать, и сам верховный носитель этой власти уже где-то после девятого года начал так откровенно это в дневнике очень хорошо его опубликованным видно, говорить о том, что нужно сворачивать эти обещания, их урезывать, и возвращать уже прежние порядки. Понимаете, это для общественности российской, я думаю, как и другой, это были непростые вещи. Не были ли они слишком радикальны в какой-то момент, когда Набоков провозглашал исполнительная власть да покориться законодательной? Ну, это же эйфория времени. Вот если представить себе наши слушатели, читатели, если бы видели фильм, вдруг перед их глазами идут кадры той эйфории, которая царила в России после выборов в Первой Государственной Думу. Не буду говорить о всей России, но в Петербурге. Это был подлинный праздник. Но после не посмотрят на картину Репина. Все ждали, ждали этих изменений. И избранники, хотели или нет, они живые люди, они как бы окунувшись в эту атмосферу праздника, перемен будущих, они были уверены в том, что это произойдет. Вот. И слова Набокова, он был и эмоциональный вместе с тем такой юридически весьма профессиональный человек, но эмоции захлёствовали. Фраза его была эмоционально сказанной. А потом мы видим картину, как идут постепенно изменения. Первую думу прервали её работу через 72 дня. Вторую думу через 112 дней. Изменили избирательный закон. Третья дума уже была непохожа на две первых думы. Она отфильтрована была. Высказывания, которые шли из различных кругов, в том числе и придворных, о настроениях носителей верховной власти окружения. Всё это оказывало друг... И тем не менее, вот, девятый год, Милюков в Лондоне на обеде лорд-мэра заявляет, что в России есть конституция. Он говорит именно англичанам, как бы... У которых нет конституции. у них своя хартия есть вольности, есть свои законы, но он как бы им говорит, подчёркивает, возможность, что в России есть, что либералы являются мирной оппозицией, готовы сотрудничать в этой системе координат при условии, если ничего не произойдёт, при условии. Поэтому вот это всё, ну, это надо долго работать с источниками, документами, чтобы всё это образно, зримо представить. Вот. А если мы возьмём уже Первую мировую войну, вот появляется такая тоже эйфория, национальное единство, да, в борьбе с германцами, и потом на волне разочарования эффективностью власти прогрессивный блок. Был ли это такой инструмент спасения страны, вот эта коалиция от правых до, я бы сказал, даже социалистов некоторых таких легальных. Вот. Потому что сейчас, скажем, многие считают под влиянием разных забавных публикаций, что вот это всё либералы-враги России мешали её военному усилиям? Да нет, ну, конечно, нет. Достаточно привести, чтобы разочаровать тех, кто в это верит, примеры того, а, это жизненно и важный для каждого. Посмотрим, где был сын лидера кадетской партии, на фронте погиб, где были либералы призывного фронта, возраста, где они были, они ушли на фронт. Это не просто славяца, это действительно было убеждение, образ Кулебакина, который вёл роту, он член ЦК кадетской партии, и погиб в бою, и можно назвать ещё десятки людей. Это была искренняя вера в то, что Россия в этой войне должна объединиться, должны объединиться все народы, хотя был сложный процесс национальный, по национальному вопросу. И когда уже образовался этот прогрессивный блок в 15-м году, то произошло очень много поражений и разочарований, разочарований, связанных с снабжением армии, с состоянием военного командования, с положением в тылу, с организацией военной промышленности, бездарными различными сражениями, которые русская армия потерпела большое поражение. Это всё надо вот так мысленно представить, и этот блок мыслился как некий поезд, да, вот поезд спасения, как круг, и объединились в этом прогрессивном блоке не только либералы, но Шульгин там и правый, да, и умеренно правый, так скажем, Шульгин в это время, да, и другие представители других партий, это был искренний порыв к тому, чтобы консолидировать силы, и для чего? Через инструмент, если единство будет в Думе, и Дума будет выступать как некий единый организм, а блок будет ведущей и руководящей силой в Думе, это позволит провести очень быстро различные законопроекты, и более того, Дума в это время превращается не просто в законодательный институт, но и политический и общественный институт, глаза наших так массы населения обращены были, что скажет в Думе, как себя поведет Дума, это центр или нерв больше скажу общественного мнения, и прогрессивный блок, конечно, выражал эти настроения, да, конечно, порой были, ну, как всегда в Думе, резкие выступления и так далее, но у меня вот на изучении, на основании изучения документов не возникло сомнения ни в одном члене блока, что они были сами себе на уме и хотели обрушить во время войны монархический режим или провести какие-то другие превентивные акции, нет, другое дело, всегда политика двусторонний процесс, это не только представители общественного, и представители власти, и вот здесь не нашлось между ними вот той общей точки, общей платформы, которая бы позволила объединиться, наоборот, шел процесс, как говорится, постепенного расхождения и усиления конфронтации, это факт. У вас есть объяснение все-таки событий февральско-мартовских семнадцатого года, потому что, опять же, версия о либеральном заговоре, о заговоре Гучкова, о военно-промышленном комитете, который там подтолкнул к демонстрациям, она сейчас опять в массовой прессе представлена широко. Можно ведь как пойти в этих рассуждениях? Знаком был Гучков с военными? Знаком. Он был главой думской комиссии по обороне. Знал военных, знал, генералитет знал, знал, Алексеева знал, Поливанова знал, Дорогорусского знал, всех знал. Это одно. И можно на этом основании, как бы или если построить версию, что если он знал, он оказывал на них влияние. Там были люди самостоятельные. Знаком был, знал настроения, которые не всегда совпадали с настроениями не только Николана Николаевича, который был сначала главнокомандующим, но и потом императора, который вступил в эту должность. Да, это было в армии. Другое дело, что и представитель не только Кучкова, военно-промышленный комитет тоже расширяли связи, Земгоры этим занимался, Городской Земский Союз занимался, все, многие занимались, но речь-то идет о том, что не было такого тотального желания, во что бы то ни стало расправиться или с монархом, или в целом с этой политической системой в экстремальных условиях войны. Этого не было. Опять же, повторяю, масса таких изменившихся ситуационных совпадений. и поэтому мне кажется, что все события, которые начались в феврале месяце, вот, а их причин масса, они были, ну, так скажем, это был не просто массовый стихийный порыв, но это был массовый и общественный порыв. И здесь совпадение произошло настроение масс недовольных ситуаций во время войны и самого общества. Вот наложение двух этих вещей, а мы все же различаем массовые движения, общественные движения, которые имеют свои специфические особенности, вот это наложение создало некое единство. Почему образовался вакуум около власти? Мы же наблюдаем картину буквально мгновенного обвала всей старой политической системы. Обвала. То есть сопротивление со стороны этой системы было не оказано практически. То есть и император вы помните и как говорится вынужден был подписать этот акт об отречении. И Михаил Александрович, который 3 марта отказался от монархической системы, ожидая решения учредительного собрания. Вот это примерно, о чем я говорил применительно к Первой Государственной Думе, это эйфория. Такой же приходил марте. Если предсто сохранилось гораздо больше материала, фотоматериала, киноматериала, который свидетельствует вот этой эйфории, посмотреть достаточно в глаза, в поведение людей, которые вышли на улицы. Да, ну в общем они в каком-то смысле были пьяны в каком-то счастье. Ну это жизнь. Ну да, но потом началась уже другая жизнь. Конечно. И мы вот как раз об этом поговорим с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института Российской Истории Валентином Шелохаевым после недолгих объявлений на Эйхе Москвы. Сейчас вторую часть. Готовы? В эфире Эйхо Москвы программа Цена революции ведет Михаил Соколов, доктор исторических наук Валентин Шелохаев у нас в студии. Говорим о либерализме в России. Ну вот либералы приходят к власти. Почему им не удалось обуздать вот этот революционный процесс, ввести его в какие-то разумные рамки и все покатилось скажем так под откос. Ведь люди были в общем уже с политическим опытом известные стране и тем не менее уже там скажем в мае тот же Милюков Гучков уходят из временного правительства. Вот я сказал вначале о наложении, но не переплетении таком. Когда мы говорим о наложении, то каждая сфера, массовое движение имеет своих лидеров и своих героев. И у них свои модели. И общественные, где основную роль играют либералы. и вот как раз после февраля месяца мы увидели, что улица, причем это не только рабочие, но и солдаты, но это не только мужчина, но и женщина, можно говорить о гендерной революции уже в это время. Это и учащиеся, это молодежь, школьники. То есть вот если объединить массовое это движение, то у них уже появились другие кумиры. Это социалистические партии, и не только большевики до этого. Это и эсеры, ну, прежде всего левого толка, и меньшевики, и национальные политические партии в национальных регионах. Это был уже друг. И здесь мы получаем как бы усложненную более картину. И те требования, которые выражает леворадикальная партия, начинает с каждым днем все больше и больше не совпадать друг с другом. Потому что лидеры и тех, и других, придерживаясь различных мировоззренческих основ, различных моделей развития, решили воспользоваться ситуацией и попытаться перетянуть канат вот на свою сторону. И, конечно, после февраля все эти возможности гораздо более у левых партий, чем у либералов, которые даже вот заняли ключевые посты, занимали в правительстве. Государственная власть, пресса есть, опыт есть. Это все хорошо. Но мы берем жизнь. Жизнь, вот я исхожу из этого. И вот мы видим, как либералы, и в том числе умеренные социалисты, которые заключили между собой соглашение, все же и Совет, и Временное правительство до определенного времени не рассматривали друг друга как антиподы. Совет признал все функции Временного правительства. Совет взял на себя функции как бы давления на это правительство, но не роль этого правительства. И вот это соглашение как раз давало возможность очередного мирного выхода из ситуации. Но тут опять получается такая усложненная картина, что в экстремальных условиях войны любые добрые пожелания вот они не всегда исполняются. Вот. Ну что я могу сказать готовились во временном правительстве огромная программа. И это известно сейчас все это изучено и суть ее и составные части и кто делал. Но был некий у либералов тоже пунктик чтобы это все осуществляло законодательным порядком. Вот создана была масса комиссий по комиссии по созоучредительному собранию, комиссии по выработке конституции, масса различных экспертных советов, которые обсуждали. И они хотели как бы все же создать законы вот такие хорошие законы. Но время-то шло. А они прозаседались. А время шло. Массы требуют решения проблем сегодня, а не завтра. Это была непростая проблема. И вот почему Гучков мог и не уходить, а не сопротивляться, или Милюков удержаться. Апрельская демонстрация семнадцатого года, где вышли представители вот солдат, матросов, рабочих и учащихся, они поняли, что лучше уйти, не цепляясь за власть, чтобы предоставить другим сменить правительство, сменить состав. И мы видим, как идет смена. И в этой смене мы замечаем тенденцию ливения временного правительства. ливень, оно левеет, но даже левое временное правительство не успевает за улицей. Ну да, Некрасов вместо Милюкова и все равно левый кадет. не успевает. И вот это непростая вещь. Вот если серьезно об этом задуматься, это трагедийная ситуация. Когда я вот то, что мы опубликовали, читаю и перечитываю это, это такой накал идет страстей в политических либеральных партиях либералы ну порой их берет отчаяние. И ведь в это время помимо тех вопросов, которые существовали раньше, проблем, появились новые. Возьмем национальный вопрос. Острейший национальный вопрос. Украина откалывается. Да, а что делать? Что делать? Это ведь Украина, это понятно. Это и Польша, это и Финляндия, и более того, это Средняя Азия с 16 года, это Закавказ и Кавказ и Закавказ и Белоруссия, и Прибалтийские. Это была непростая проблема, которая аукнулась или вся уже проявилась уже в годы Первой мировой войны. Для них, для них, сторонников единой неделимой России, это была, я бы сказал, катастрофа. Но федерацию они не видели. Нет, естественно, это могла быть децентрализация, это могла быть культурная автономия, на это все соглашались. Но это был пункт, черта переступить, которые не могли, так они в дальнейшем это не переступили. Вот это вторая проблема, религиозная проблема. Что творилось, а это фундаментальный вопрос, в церкви самой, попытки создавать поместный собор, избрание патриархов, а с церковью связана масса людей, затем социальные вопросы, продовольственные, ну и так далее. То есть, вот такого нагромождения проблем решить исключительно методами законодательства, хорошего, плохого, было невозможно. Тут надо было рискнуть, разрубить, вот, все, что-то обещать, разрубить, а потом посмотрим. Корнилов рискнул, и получилось еще хуже. Ну, к сожалению, я так внимательно это изучаю, тоже, сторону дела, вот, и либералы тоже проявили себя, они все, и Корнилов, московское совещание, помните, это огромное совещание, да, это судьбоносное должно было решить проблемы. Но если вчитаться в тексты речей этих совещаний, мы не найдем вот той основы, на которую можно было согласиться. То есть, мы видим нарастание конфернационной ситуации. и возник вопрос, а что делать? И вот даже либералы, центральные либералы, во главе с Милюковым, Родичем и так далее, они все же рискнули на ранний для них немыслимый шаг, а именно прочно себя связать с диктатурой военной. До этого никаких понятий мы не находим ни в концепции, ни в лексиконе, ни в программатике либеральной оппозиции, чтобы слово военная диктатура их отталкивало, они убегали от этого, и вдруг появляются. Но с этого момента в либеральной среде происходят непростые коллизии, очень непростые, потому что не все далеко, особенно левые либералы, согласились в начале с этой идеей военной диктатуры. Я так понимаю, что большевики в каком-то смысле им помогли, поскольку когда они перевернули политическую шахматную доску, то первыми, кого они объявили врагами народа, это, собственно, кадетов и либералов. То есть, они считали это главной угрозой, а почему тогда? Корниловцами их считали. Слово корниловец, да, в этой пропагандистской среде он стал так часто употребляться. Это некий уже сленг, да, корниловцы. Да, и изменилась коренным образом ситуация, ведь Россия стала уже давно понемножку вползать в состояние гражданской войны. Если говорить и понимать революцию в более широком смысле слова, то это тоже форма, одна из форм гражданской войны. И ситуация разрастается, охватывая всю территорию. И вот либералы, либералы, что было для них, повторяю, раньше не свойственно, в период как раз войны, решили диктатуру большевистскую, выбить другой диктатурой, противопоставить ей другую военную диктатуру. И тут произошло вот столкновение этих двух диктатур. И под это начала строиться вся конструкция преобразовываться. Вот кратенько скажу. Второй год начала разрабатываться одна конституция. Затем конституция Муромцева. Затем начали разрабатывать в 17-м году конституцию Кокошкин. И всероссийские национальные центры, где основную скрипку играли кадеты. Это Щепкин, да? Ну, тут многие. Щепкин, Московский. Начали разрабатывать третий вариант конституции. Я надеюсь, вот на конференции как раз я буду посвящен свой доклад. Понимаете? Вот и это уже другая конституция. Но исходным принципом здесь выступает именно столкновение двух диктатур. Вот попытка. Они увидели, что большевики установив свою диктатуру победили. но они считали временное явление. И как бы мы тоже поддержим военного диктатора, мы тоже попытаемся их победить. Сложная была ситуация и для либералов по существу оказались по двум линиям фронта. Часть которая осталась под контрольных территориях уже большевиками, о чем вы говорили Щепкин, это Московская, Петербургская и другие части. Многие из них погибли и были просто расслевлены физически уничтожены. А другая часть она наказалась на территории контролированных военными диктаторами и на юге, северо-западе и Сибири. Ну и тоже вот если мы вдумаемся процесс то был непростой как шло сползание к военной диктатуре разогнали учредительное собрание либералы проиграли вы знаете на выборах ну да 5 процентов условно говоря да проиграли ну если приписывать кадетам еще немного то получим вашу цифру вот кадет получили 4-5 процента но правда в москве и в петербурге результаты были неплохие вторыми это да это да но это не изменило ситуацию и вдруг возникла проблема раньше они были сторонниками возле воли изливления народа это учредительное собрание и вдруг они снимают этот лозунг но временно же нет нет снимает лозунг какой национальное собрание это другая конфигурация и если мы вот рассмотрим подробно если бы у нас было время да а мы еще встретимся вот вот эту конституцию которая подготовлена в недрах всероссийского национального центра мы там увидим такие подвижки которые произошли в головах либералов в их программах в тактике в действиях чего хотите вот но увидели звериное лицо большевизма ну здесь нужно тоже вот как говорится стоять всегда на объективных позициях звериное лицо демонстрировали с разных сторон к сожалению большому но те кто конституцию в москве писал они в основном видели большевистское да кто находился в других местах видели другое это была трагедия но ведь не только видели вот например Пепеляев известный кадет был последним премьером у Колчака гражданское управление у генерала Деникина тоже в общем составляли либералы кадеты октябристы вот как-то им не удалось альтернативу предложить вы знаете здесь была у них я считаю большая ошибка вот согласившись на военную диктатуру признав примат добровольской армии как основной ударной силой освобождения России от большевизма они мне кажется вот здесь допустили кое-какие тоже просчеты примерно как был с оптимизмом что в России есть конституция они думали что они подчинят своему политическому влиянию военной режима почему они входили в эти состав совещания например при Деникине или Пепеляев правда он вышел из состава ЦК и партии прежде чем стал министром но у Колчака были другие да Черевин Водоли они надеялись что обладая вот этим влиянием политическим они позволят осуществлять руководство но опыт показал что когда идет война и нужно принимать военное решение ты начинаешь кто так думает под ногами мешать им их мало кто слушал они старались это чтобы было политическое влияние и повторяю много сделали разработки программ в том числе аграрной программы национальному вопросу и так далее но факт остается фактом что их рассматривали и высшее командное руководство и уже не говорю о полевых офицерах и солдатах как лиц которые под ногами крутятся и мешают со своими вот либеральными как говорили бреднями вот ловушка и они попали в эту ловушку хотя когда те же режимы стали ну скажем так терпеть поражение то вдруг стали просить что-то такое сделать изменить им лицо там пойти влево и так далее помните же там и Беляев на последнем этапе или при Врангеле тоже там по-другому что было ну это была иллюзия ведь военных тоже это традиции это воспитание совсем это ситуация перевоспитать военных было невозможно к сожалению война есть война вот эти иллюзии они конечно уходили ну возьмем например хорошо сейчас описанное в нашей литературе крымское правительство либеральное правительство Винавер Набоков Крым из них два члена центрального комитета кадетской партии все вроде бы хорошо но отношение к крымскому правительству Деникинской армии какой добровольческой они же их смяли заняв Крым где это правительство не стало этого правительства а то что они разводили казалось бы все было хорошо чистенько аккуратно демократично и так далее вот мы должны при анализе больше внимания уделять ситуации и либералы не либералы социалисты если мы будем исходить из этого метода анализа мы увидим что те и другие трети в разных ситуациях не одно и то же не одно и то же поэтому либерализм российский нельзя рассматривать как вот статичное неподвижное что-то вот и раз и навсегда установившееся это динамичное явление а динамика этого явления обуславливалась как раз динамикой более глобальных процессов которые происходили в обществе в это время мы заканчиваем нашу беседу я хотел вот вашу реакцию услышать на такой тезис что российские либералы были исторически обречены поскольку вот их модели переустройства требовали отмаз более высокой политического развития ну так сказать опередили свое время собственно наверное как и сейчас ну это мы всегда исследователи и не не исследователи общественные политические деятельности обыватели так рассуждаем факт состоялся что стал историей поэтому возникает такие суждения подтверждения факта но когда шел процесс когда еще он не завершился не пришел к чему-то шла борьба и до войны о чем мы с вами говорили и время войны еще неизвестно было кто победит их рассуждения внушали надежды определенные и то что они разработали это казалось вполне осуществимым вот мы должны различать очень тонко ну понятно что европейские страны это же осуществили если 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 мы будем исходить вот случилось так значит они были обращены нет до последнего вздоха человек хочет как говорится жить жизнь и они старались по мере сил вот в трудных условиях казалось войны смотришь разрабатывали кучу проекта сидят и эксперты чего только они не сделали спрашиваются они что большим делать нечего надежда вот эта надежда питала всех кстати надежда питала большевиков что они и других умеренных социалистов питала вот и потом вот когда мы начинаем атрибат историки должны рассматривать процесс как таковой но когда они начинают давать свои оценки совершившегося факта исторического здесь мы входим в зону заблуждения и у нас выдвигает они были историчны это вот в конкретных условиях да такое произошло ситуация была бы иной было бы иное и все бы строили другие версии поэтому наука истерия мне кажется которая должна заниматься более тонкой материей и я бы вот так формально вот на эту остановку вашего вопроса да факт такой действительно но эти люди до последнего и надо сказать честно пока были любые возможности и на территории контролируемых большевиками ведь тяжелая была жизнь и у всех людей которые в это время погибли и расстреляны были и на той стороне жизни простая была надежда оттеплилась и вот пока у них была надежда они работали на реализацию своей идеи спасибо я благодарю доктора исторических наук Валентина Шелохаева мы надеюсь еще поговорим о гражданской войне и о том что происходило с русскими либералами политиками вот и с вами прощается Михаил Соколов всего доброго до свидания спасибо вам большое очень интересно было я очень надеюсь что мы еще один такой разговор сделаем